Уважаемые друзья и коллеги, этот видеосюжет с одного из наших объектов, где мы выполняли укладку штучного паркета. В нём мы постарались наиболее полно показать весь процесс укладки паркета, включая все этапы, необходимые для проведения качественных паркетных работ. Но на некоторых из них мы сосредоточим особое внимание. Надо заметить, что данная наша работа по своей сложности значительно отличалась от большинства работ, которые нами были выполнены или встречались в подавляющем большинстве случаев. Уникальность этой работы состоит в том, что все элементы для сложной геометрической укладки паркета были подготовлены нами из обычного штучного паркета различных пород дерева, непосредственно на объекте перед его укладкой. Досмотрите это видео до конца и поставьте лайк, если оно вам понравится. А все необходимые ссылки и дополнительная информация будет размещена в описании. Итак, начнём. Перед началом любых паркетных работ необходимо убедиться, что стяжка имеет необходимую прочность, ровность и допустимую влажность. Если все эти параметры имеют допустимые значения, то мы приступаем к выполнению паркетных работ. В противном случае их выполнения необходимо приостановить. В нашем случае основание имело допустимое качество. И мы сделали выбор способа монтажа для укладки паркета с применением фанеры. Фанера играет важную роль при укладке паркета и её использование, по нашему мнению, имеет несколько важнейших на то причин. Первая из них – это выравнивание основания. Фанера помогает сгладить неровности основания пола после устройства стяжки. Обычная бетонная стяжка не всегда обеспечивает идеально ровную поверхность, а фанера позволяет создать более гладкую базу для укладки паркета. Вторая – это теплоизоляция. Фанера поддерживает комфортную температуру пола. Даже если в помещении прохладно, можно будет спокойно ходить по паркету босиком. Еще – это звукоизоляция. Фанера также обеспечивает дополнительный барьер и более высокую степень звукоизоляции, что делает пол более комфортным и уютным. Но самая главная причина использования фанеры при укладке паркета – это прочность и долговечность. Фанера и паркет изготавливаются из древесины, что делает их однородными материалами. Это предотвращает деформацию паркета и увеличивает службы. Самой популярной маркой фанеры для использования под паркет считается березовая фанера FECO толщиной 12-16 мм, отшлифованная и калиброванная. Перед укладкой листы фанеры разрезают на квадраты и крепят на клей и для дополнительной надежности дюбелями. Таким образом, фанера является надежным основанием для паркета, обеспечивая не только ровность и комфортную эксплуатацию, но и долговечность вашего пола. На этих кадрах вы видите, как тщательно мы подходим к процессу выравнивания основания непосредственно перед началом самой укладки паркета. Уложенная на основание фанера всегда дополнительно шлифуется перед укладкой паркета. Это делается для устранения всех, даже незначительных неровностей и помогает создать абсолютно ровную плоскость. Шлифовка позволяет сгладить все недостатки, что важно для качества укладки паркета, и обеспечивает более плотное сцепление с клеевым раствором, который используется для укладки паркета. После шлифовки фанеру следует очистить от пыли и загрязнений, а также загрунтовать. Это обеспечит хорошую адгезию фанерного основания и паркетного клея, применяемого для укладки паркета. Для укладки фанеры и паркета на фанеру для надежности. Мы рекомендуем использовать только двухкомпонентные специализированные клея, зарекомендовавшие себя во времени. Экспериментировать на себе и полагаться на мнение псевдоакпертов, различных продавцов и блогеров в этом вопросе абсолютно точно не следует. Далее уже в процессе укладки паркета или перед его началом мы обычно заготавливаем некоторое количество элементов и определяем комфортный для нас ритм работы. Это такой ритм работы, чтобы с одной стороны не было спешки, которая может повлиять на качество укладки, а с другой, чтобы паркетные работы проходили с соблюдением всех технологических требований и норм при таких работах. На объектах при производстве паркетных работ очень важно поддерживать чистоту и обеспечивать обеспыливание всех процессов обработки дерева. Это вопрос не только чистоты, но и безопасности в какой-то его части. Далее мы вам демонстрируем несколько приспособлений и шаблонов, которые мы использовали для напиливания элементов паркета в заданный размер при укладке их в сложную геометрическую форму с достаточно высокой точностью. Обычно для таких сложных геометрических рисунков, как плетенка или шереметьевская звезда, создают шаблоны для каждого элемента. Но, как вы видите, с помощью подручных материалов, обладая нужными знаниями и опытом в производстве паркетных работ, эти задачи легко могут быть решены и на самом объекте. Особенно эти навыки важны при реставрации или ремонте полов из дерева, когда ряд элементов поврежден безвозвратно. Или, что бывает, чаще их попросту не хватает на объекте, чтобы закончить укладку из-за просчетов в определение необходимого количества паркета продавцами. Профессиональный подход к работе и опыт дает всегда гарантированно высокий результат. На этих кадрах мы демонстрируем результат такой работы, в которой все элементы выпиливались нами непосредственно на объекте перед их укладкой из различных пород дерева. Продолжая наблюдать за процессом укладки паркета, давайте рассмотрим характеристики различных пород древесины, которые чаще всего используются для паркетных работ. И, конечно же, самая популярная порода для изготовления паркета – это дуб. Он обладает достаточной твердостью и стабильностью, имеет прекрасный естественный цвет, но также отлично поддается тонированию, поэтому палитра паркета из дуба очень разнообразна. Очень красивый и благородный естественный темно-коричневый цвет имеют паркетные полы из ореха. Он отличается по своим характеристикам в зависимости от происхождения. Нам в работе чаще всего встречался американский, берманский и европейский орех в виде массива или инженерной доски. Но наиболее популярный все же это американский орех. Он устойчив к российскому климату и имеет достаточную для эксплуатации в наших условиях твердость. Ясень имеет более контрастную текстуру по сравнению с дубом. Из-за светлого оттенка его часто используют для светлых и выбеленных паркетных полов. Ясень также обладает хорошей эксплуатационной стабильностью. Для паркетных полов, где применяют комбинацию различных пород дерева, очень важно сделать правильный подбор не только размеров самих элементов пола, но и паркетного клея для их фиксации. В данной работе мы сделали выбор в пользу двухкомпонентного паркетного клея. Это специальный клеящий состав, который используется для укладки паркета и паркетной доски на различные основания. Давайте рассмотрим его свойства и область применения. Двухкомпонентный клей обеспечивает надежную фиксацию паркета или доски на основании, предотвращая их движение или скрип при ходьбе. Этот клей создает устойчивое соединение, которое прослужит достаточно длительное время. Паркет может подвергаться воздействию влаги, особенно в помещениях с высокой влажностью, но двухкомпонентный клей обладает устойчивостью к влаге, что делает его отличным выбором для паркета. Паркетный клей не подвергается воздействию бактерий и плесени, что способствует долговечности укладки паркета на совершенно различных основаниях, такие как бетон, фанера или деревянные полы. Итак, двухкомпонентный паркетный клей – это надежное решение для укладки паркета, обеспечивающее прочность, долговечность и устойчивость к влаге. Для правильного выбора паркетного клея следует учитывать несколько важных факторов. Клей выбирают в зависимости от типа паркета. Если это массивный паркет, и он состоит из цельных кусков древесины, то для него подходят двухкомпонентный клей с высокой адгезией. Если же вы работаете с инженерным паркетом, который состоит из нескольких слоев древесины, склеенных между собой, для него рекомендуется выбрать высокоэластичный клей на полиуретановой основе. Простота нанесения и быстрое высыхание значительно упрощают процесс укладки паркета. Если выбор сделать в пользу готовых однокомпонентных паркетных клеев, то можно выиграть некоторое время за счет упрощения работы. Такие виды клея не требуют смешивания компонентов и подходят для бытовых работ. Паркетный клей на основе растворителей обеспечивает хорошее сцепление и стойкость к механическим воздействиям. А двухкомпонентные составы состоят из полимерной основы и отвердителя. Используются для укладки широкого спектра видов паркета и других декоративных материалов, применяемых в отделке помещений. Продолжительность службы двухкомпонентного паркетного клея зависит от нескольких факторов, таких как качество клея, условия эксплуатации и правильная укладка. Высококачественный клей обычно обеспечивает более долгий срок службы. При выборе паркетного клея обращайтесь к рекомендациям практикующих опытных мастеров, не ангажированных определенными производителями. Если паркет подвергается интенсивной нагрузке, например, в коммерческих помещениях, срок службы может быть короче, а высокая влажность и экстремальные температуры могут повлиять на долговечность и самого клея. Следует соблюдать рекомендации по укладке, чтобы избежать ошибок, которые могут сократить срок службы клея. Обычно двухкомпонентный паркетный клей может прослужить от 15 до 50 лет и даже дольше при правильном уходе и обслуживании. Штучный паркет из разных пород древесины имеет свои уникальные характеристики и преимущества. Правильно ухаживая за штучным натуральным паркетом, вы можете быть уверены, что он прослужит более 100 лет. Напольные покрытия из дуба, бука и других пород дерева, сохранившиеся во дворцах и резиденциях, служат лучшим подтверждением этого. Штучный паркет обладает неповторимой фактурой породы дерева без каких-либо обработок или искажений. Это придаёт полу уникальный и естественный вид. Благодаря универсальной системе укладки, пасгребень и небольшим размером плашек, штучный паркет предоставляет множество способов укладки. Вы можете даже комбинировать плашки из разных пород древесины, создавая интересные узоры. Компактные плашки удобно укладывать как в просторных залах, так и в небольших комнатах с нестандартными планировками. Штучный паркет из натуральной древесины экологичен, обеспечивает хорошую звукоизоляцию, теплоизоляцию, антистатичность и гипоаллергенность. Однако стоит помнить, что штучный паркет относится к напольным покрытиям премиум-класса и стоит соответственно. Также он боится влажности и прямого контакта с водой, а под воздействием солнечных лучей может менять цвет. Качество штучного паркета зависит от подготовки древесины к производству, включая способы сушки и уровень влажности. С приходом нового поколения техники для обработки паркета уходят те времена, когда циклёвка паркета была шумным и пыльным процессом. Как известно, мелкая древесная пыль чрезвычайно въедливая. Она проникает во все щели, въедается в ткани, обивку мебели откуда потом её весьма проблематично извлекать. Современная техника для шлифовки полов уже создавалась с учётом достаточно высоких требований по пылезащите и позволяет выполнить циклёвку паркета без пыли. Всё современное циклевочное оборудование обладает мощными пылесборниками, позволяющими улавливать древесную пыль на 99%. Фильтры профессиональных машин для циклевки полов очень эффективны. Фактически говорят, что когда паркетные работы производятся именно такой техникой, то в дальнейшем не потребуется уборка помещения с помощью пылесоса. Но это, конечно же, не так. Мелкая незаметная пыль после циклёвки полов всё равно будет. Если паркетные полы выполнены из экзотических пород дерева или с применением каких-либо красящих пигментов, то после оседания такой пыли на ткани может произойти их окрашивание. Поэтому не стоит полагаться на обещание мастеров выполнить циклёвку паркета без пыли, а необходимо позаботиться о том, чтобы заранее укрыть стены и мебель в квартире специальной статической плёнкой. На нашем канале вы найдёте всю актуальную информацию о полах из натурального дерева. Мы знаем и умеем делать полы на века. Если у вас появились вопросы, то пишите их в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Обращайтесь за консультацией. Мы обладаем всеми необходимыми знаниями и опытом и готовы ими поделиться с вами. Встречая в названии штучного паркета термин «Селект» наряду с обозначениями породы дерева и указания типа распила, нужно понимать, что данный паркет прошёл сортировку по ещё одному параметру – это цветовое соответствие партии паркета по оттенку. Штучный паркет «Дуб Селект» может быть как радиального распила, так и тангенсального. Например, обозначение дуб «Радиал Селект» говорит нам, что этот паркет произведён из дуба с радиальным распилом и имеет отбор по направлению волокон и однородному оттенку древесины. Сразу заметим, что «Радиал Селект» – это универсальное обозначение высшей категории штучного паркета по качеству, который может производиться и из других пород дерева. То есть не только из дуба, но и из клена, ясеня, бука и любых других использующихся для производства штучного паркета. На видео можно посмотреть, как производится непосредственно отделка уложенного паркета в сложный геометрический рисунок из комбинации сразу трёх пород дерева, изготовленного из штучного паркета «Селект». Приобретя штучный паркет «Селект» не возникнет необходимость сортировать планки паркета непосредственно в процессе их укладки на пол. Это важно, потому что это исключит случайные попадания в состав пола элементов, имеющих разницу или перепады по цвету, заметно ускорит сам процесс укладки паркета. Пол получится ровным по цвету, без пёстрых цветовых пятен. В паркетных работах, как и во всех сложных строительных процессах, много зависит от квалификации мастера. Мастер определяет порядок выполнения паркетных работ, отвечает за их качественную реализацию и даёт всю необходимую для заказчика информацию о целесообразности применяемых в ходе работ материалах. Ни одну сотню лет человечества использует паркет в качестве напольного покрытия. Даже старые полы из паркета и в наши времена не потеряли своего великолепия и актуальности. Это не случайно. Паркет – это невероятно долговечный и в то же время эстетически привлекательный материал для отделки полов. Качественно выполненная циклёвка паркета и покрытие лаком преображает паркетный пол и продлевает срок его эксплуатации каждый раз ещё на 15-20 лет. Именно покрытие лаком необыкновенно продлевает срок использования паркета. Конечно же, этот срок зависит и от качества, применяемого для отделки паркета лака. От качества выбранного лака зависит, когда будет производиться следующая циклёвка пола. В наше время получили особую популярность водно-дисперсионные полиуретановые лаки для паркетных работ. Их применяют для качественной отделки полов сразу же после циклёвки паркета. Будучи разработанными специально для применения в жилых помещениях, сохнут такие лаки не более 6-8 часов. В процессе покрытия паркета лаком нет острой ядовитой химической вони, как у кислотно-отверждаемых и алкидных паркетных лаков. А все эксплуатационные характеристики современных полиуретанных паркетных лаков заметно выше или сопоставимы по величине с лаками, которые применялись в прежние годы. Благодарим вас за интерес, проявленный к нашей работе. На нашем канале вы найдете всю актуальную информацию о полах из натурального дерева. Мы знаем и умеем делать полы на века. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Работайте с профессионалами.